Милые деточки, поглядел бы я на вас, очень соскучал. И прошу вас, Вера, Нина, Витя, слушайте мамы и помогайте маме. Знайте, что папы нет. Папой не стало в 1942-м. Пожелтевший и обтрепавшийся от времени листок единственное сохранившееся письмо красноармейца Фёдора Андреевича Киселёва домой, жене и шестерым детям. А затем он пропал на долгие 78 лет. Проходил эшелон с солдатами на Путятине. И с эшелона кто-то крикнул. Не надо это. Передайте Киселёв, я жив. Крикнул тот. Но это оказался не он. На фронт Фёдор Киселёв был призван уже зрелым мужчиной, отцом большого семейства. Провожали на войну в 1941-м вот из этого большого дома. После второго письма с фронта, где муж и отец практически попрощался с семьёй, крестей от него уже не было. Всё это время жена и дети пытались узнать хоть какую-то информацию. Я всегда была уверена, что наш отец погиб под Оржевом. Потому что когда мы с мамой разговаривали, она говорила, вот он на Калининском фронте воевал. А Калининский фронт как раз проходил. Я прочитала всю литературу, я просмотрела фильм «Ржев». Я всё искала, хоть где-нибудь какую-то зацепку. Останки солдата в августе этого года в лесу близ Лыщева в Тверской области нашёл сводный отряд тверских и мордовских поисковиков. Они же обнаружили медальон в немецкой гильзе. Сохранился во многом благодаря самому бойцу. Он заполнил свои данные на бланке, точнее на обрывке бумажки от упаковки из-под патронов. Она гораздо лучше сохраняется, нежели обычные бумаги, которые мы очень много поднимаем, тоже в том числе под Лыщево. Записки в гильзах просто в хлам. Солдатику спасибо огромное. Он хотел вернуться, и он вернулся. Они делают святое дело. Они возвращают надежду. И мы говорим, когда о воспитании, о патриотизме. Вот это самый настоящий патриотизм. Ящики, обитом красной тканью, Фёдора Алексеевича похоронили со всеми почестями рядом с женой Нюрой. Варя! Господняя земля из Патриотизма! А я он когда увидел, он говорит, папочка, миленький, ты приехал в зубоку. В списках погибших и пропавших без вести в Зубцовском районе Тверской области часто встречаются имена ярославцев. Перед наступлением Красная Армия пополняла ряды в том числе и ярославцами. Поисковики в этих местах подняли порядка 50 наших земляков. Субтитры создавал DimaTorzok